Оу! Сделано в Редбарн. Всем привет, меня зовут Арсений Ростов. А меня Юлия Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями. Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают. Спонсор сезона – торговая марка автохимии и автокосметики «Элтранс». Ну что, друзья, вот и подходит к логическому завершению, к финалу наш третий сезон подкаста «Люби и катайся». Подкаст к финалу ни в коем случае не подходит. Мы продолжаем и дальше, дальше больше, как говорится. Но вот в рамках третьего сезона состоится наше включение, наверное, последнее. Юль, привет, кстати, тебе. Привет, привет. Нам нужно срочно, знаешь, как в телеке есть ПТС-ки? Ага. Передвижная телевизионная студия. Вот нам нужна тоже ПТС-ка подкаст-тошная. Судя по тому, что мы сейчас делали с Арсением, нам бы, конечно, прямое включение сразу оттуда. Да. Ну, или записываться бы сначала из тачки Арсения, а потом из моей. Что мы натворили? Что мы натворили? Во-первых, ПТС-ки у нас были, у каждого в машине. Ну, в смысле, СТС-ки. ПТС-ки-то дома лежат. Прости за колобурошную сегодня, да, сейчас ключики отдам кому-нибудь. Заберите, пожалуйста. В общем, друзья, мы с Юлей, как и обещала Юля в спойлерах в начале сезона, таки поменялись машинами. Спойлер, да, не совсем надолго, как бы хотелось, да, не несколько недель там или дней мы катались. Мы так попробовали, значит. Катались. Катались. Я сейчас просто про себя больше. В общем, и что же такое из этого вышло? Значит, водные данные. У меня старый древний 2006 года лансер на механике, у Юли великолепный мини-купер на автомате 2017-2015 года выпуска, в идеальнейшем состоянии, а у меня рабочая тачка в пыли, вот со всеми втекающими и чаще-то вытекающими из-под капота проследствиями. В общем, значится, что ж это было-то? Ну, как, короче. Что ж это было? Я говорю, Юля, значит, Юля, ну что, вот время и настало, пойдем. А я плакала, упиралась, говорила, нет, я не пойду туда, ничего из этого не выйдет. Ну, собственно, как я предвещала, так оно и получилось. А все же вышло. Ну, все вышло, конечно, но я вот, когда вышла уже из автомобиля Арсения, я поняла, что вот я не ездила на механике, и не надо, не начинайте. Последний раз я каталась на механике сколько? Лет 15 назад. Ну, понятно, что какие-то знания в голове есть, практики ноль. Я тронулась, дорогие друзья, с третьей попытки. Мы и так мне дали, собственно, эти три попытки. Вот, два раза я заглохла, и с третьей попытки, черти как, я тронулась. Поздравьте меня. Ура! Да. Не, ну, слушай, с непривычки-то понятно. У меня там еще сцепление такое длинное, непонятное. Газ там тоже такой. Очень чувствительная педалька там на газе. Ну, да, я вообще на твой нажимаю такой, думаю, так, а еще можно нажать? Еще потом, а, вот так прям можно нажать. Ну, давай, в общем, обо всем по порядку. По порядку, да. Мне, знаете, сейчас спойлер тоже расскажу, друзья. Мне очень добила Юлина фраза, типа, а теперь пойдем в мой санаторий. Да. Это было прекрасно. Ну, это действительно так. Ну, санаторий, слушай. Пусть твоя машина на меня не обижается, и ты тоже, вот, и, ну, ну, ты понимаешь, да? Слушай, ничего страшного, она не обидится. Вопреки всем суевериям, которые мы в рамках сезона обсуждали, я не боюсь говорить о том, что я принял решение машину через какое-то количество времени продавать. Я уже вот со дня на день ее выставляю свою тоже. У нас, в общем, припродажные тачки, да, точно так и есть. Слушай, ну, я тебе честно признаюсь, я понял, что я на механике устал просто. Ну, друзья, я за месяц, за календарный месяц, вот, ровно с момента, как я последний раз обслужил масло, и вот прошел ровно месяц пять с половиной тысяч. Просто проехано на механике. Вот за... И вот сюда был, да, мой вопрос с Арсеньем. Если у нас такой плотный гастрольный автомобильный график, то что же мы мучаемся на этой ручке-то? Ну, уже пора бы поменять машинку с автоматиком взять. Понимаешь, когда ты на ней часто ездишь на механике, ты не мучаешься. Вот в Сочи, допустим, по Серпантину или в Геленджике, я вообще наслаждение... Прям, ну, кайф получаю, когда я вижу, что весь поток едет на тормозе, висит, да, как говорится, висит на тормозе на спуске и сжет себе колодки, а я воткнул третью и на двигатель спускаюсь спокойненько, а потом у меня есть маневр, ну, как бы, да. Зато вот когда у тебя 178 лошадей, у меня 98. Нажал я сегодня тапочку на Юлиной машинке, по Северной мы ехали, я такой, о, ну, там 10 километров в час едем, там пробки нет, вот сейчас нажму, нажал. Ну, понятно, все. Юля, давай, ну ладно, твоя очередь, твои впечатления, как это было вообще, как тебе Mitsubishi Lancer 2006 года из-под меня? Ну, это, да, Mitsubishi Lancer 2006 года. Все, на этом все, точка. Политкорректная ты капец. Да, простите, пожалуйста. Ну, потому что мне было очень страшно, я тебе сказала и до посадки в автомобиль, вот, но она классная, она комфортная в плане, в ней много места, ну, вот с виду и не скажешь, знаешь, а внутрь ты садишь и такой, о, о, ну, после моей-то, я думаю, ты сегодня тоже это все ощутила, осознал, ну, потом уже, когда к моей вернемся. Классный багажник огромный. Нет, у меня был, но... Круз. Да, в Крузе он такой же, может, даже побольше. На этом все. Ну, это страшно, когда там три педали, ты не понимаешь, ты не помнишь, вернее, что там куда-то сжать, я не знаю, я аплодирую стоя твоей выдержке, потому что другой бы сказал Юли, господи, выходи, все понятно. Да нет, ну что? Ну, сколько там я метров по парковке, я проехала. Ну, проехали же мы. Проехали, да, и я тебе за это очень благодарна. Это нервная какая-то вот езда на механике, ну, правда, меня не перетащить на эту сторону, да, я не знаю, какими должны быть обстоятельства, чтобы я такая, ну, ладно, что ж, давайте на механике. Ну, 911-й тебе сейчас дают с ключами такого, вот GT3, например, GTRS. Нет. Кадиллак старый там, Эльдорадо. Быть может, да, ну, и то тоже, просто покататься, там, несколько дней. Не жить с этим. Ну, вот так вот, да, чтобы это моя тачка, там, на несколько лет, ну, нет, дорогие друзья, я не согласна. Тачка выходного дня, окей. Я сейчас вот разговариваю с моим мужчиной, он говорит, Лапуль, ну, может быть, все-таки давай ручку возьмем. Смотри, вот здесь поинтереснее год выпуска, сейчас тоже бэушную смотрим, новая пока не получается. И я говорю, нет, нет, еще раз нет. Никакой ручки. Да. А у нас Галя балована, понимаешь, и он такой, я хорошо, я понял, я услышал тебя. Ладно, так уж и быть, договорились, ищем автомат. Бицуху прокачала, когда Сочника снимала? Это просто, ребята, снять тачку Ростова с ручника, зато еще приключения, да, я думаю, накачала. Мы недавно были, вот в Крым ездили по работе, в отеле, а там же подъял ты, там, вот эти вот дороги, все наверх-вниз, ну, там, был бы у нас подкаст про поездки, я бы, конечно, бы там рассказал бы вам про вот это вот все, что там в этом отеле было, да, короче, ладно, неважно, это моя отдельная будет, просто как водителя, но ситуация в том, что у тебя уклон, ну, ты просто стоишь на подъеме, и ты смотришь в небо, ну, то есть в лобовое, в небо. Ну, ты можешь мне не рассказывать, потому что я недавно так гоняла в поляне, мы жили и на самом верху тоже, прям в поселке Красная Поляна, и ты тоже уклон, ты смотришь в небо, это было тоже страшно, я такая, давай же тоже все вспоминать, а как там, а чего там, ну, очень себя понимаю. Мне очень понравились просто сотрудники этого отеля, которые говорят, вот тут паркуйтесь, вот на вот уклоне, вот на этом, на огромном 45-градусном, да, а у меня машина полная людей, багажник и салон полное оборудование, и он мне говорит, мордой вниз паркуйся, а потом назад сдашь, и выйдешь, я такой, назад, наверх, на загруженной машине, на механике сдам, да, говорит, ну, че ты, я же вот это вот, я не шучу, у меня трос ручника, он, ну, он держит все хорошо, но не прям кардинально идеально, его подтянуть бы надо, и чтобы вот он прям держал на большом уклоне, нужно его прям до максимума поднять, и я реально двумя руками снимал ручник, ну, просто я понимал, что я вот держу его двумя руками, и я не могу его снять, ну, то есть, либо я его сниму одной рукой, но мы тогда покатимся куда-то, да, и вот это вот со всеми дикими перегазовками, вот эта параллельная боковая парковка, в маленький кармашек, под 45 уклон вверх, адский ад, никому не пожелаю, никогда так не делайте. Я бы вышла просто из машины и плакала. Вот я так и сделала. Вот, а потом такой, что ты ноешь, тебе еще обратно в Краснодар ехать? Одним днем 1170 километров, конечно, обожаю. 5,5 тысяч за месяц, ужас, ужас, вот эта точка невозврата, когда вы в следующем сезоне, или через полсезона подкаста «Люби и катайся», будете слушать мое нытье по поводу того, что купил себе Ростов, наконец-таки машину на автомате. Ладно. Пусть так и будет. Ура. Да, потому что добро пожаловать, реально, в автоматический мир. Ну, серьезно, по пробкам это невозможно, по трассе, в сезон, это прям уже, все, я до точки дошел. Особенно я дошел до точки, когда из-за того, что ты ездишь по полям, по полям, синий трактор едет, черный трактор, Mitsubishi едет к вам, чтобы объехать эту пробку, а потом едешь, я такой, тебе звонит товарищ, что вторая машина говорит, что у тебя колесо стерлось, все, я просто подхожу, а у меня сзади слик вместо покрышки, я такой, ту-ту-ту, поехал, думаю, ну, развал ушел, думал я, потом такой, ну, подожди, у меня же Mitsubo, там развал особо, не фокус второй, где у тебя, сделал развал, уже все, вот, катился. Приезжаю на СТОшку, на меня чуваки смотрят, говорят, ты как умудрился погнуть задний рычаг в точке крепления к кузову, там реально замятая точка крепления и рычаг, я такой, ну, ямку поймал, видимо, вот, мы такие, ну, че, менять, и знаешь, вот приехал буквально вчера этот рычаг, мы его поменяли, просто, эта ситуация, слушай, я не могу, помнишь, я знаю, что ты помнишь, наш с тобой любимый мультфильм, похождение императора, приключение кронка, да, 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 просто приходит СТОшник, показывает старый рычаг, и новый, который они заказали, и новый, короче, на 3 миллиметра, и вот он просто объясняет, показывает, типа, что мы будем с этим делать, как бы, че, куда, я просто, значит, вспоминаю эту фразу, типа, не тот рычаг, кронк, нормально, в итоге все встало, все влезло, там просто из-за того, что он погнулся, он по размеру уже не подходил, все хорошо. Что можно успеть за 60 секунд? Выкурить сигарету или выпить чашку кофе? Вся жизнь за один миг. А потом я увидел ее. Элеонор. Мустанг Shelby GT500 1967 года. Наши отношения не всегда складывались удачно, но сейчас все прекрасно, ведь я ухаживаю за тачкой, используя автохимию L-Trans. L-Trans гарантирует высокие стандарты качества и надежную заботу о каждой детали в машине, в том числе, если понадобится мелкий ремонт. В ассортименте L-Trans представлены смазки, герметики, быстрые очистители деталей, жидкие ключи, а также клей с технологией жидкой сварки. Двухкомпонентный полимерный состав, вязкий, быстро сохнет и надежно скрепляет детали там, где другой ремонт невозможен или не нужен. Торговая марка L-Trans была создана в 1997 году группой энтузиастов, увлеченных идеей создания демократичных по цене и не уступающих по качеству импортным аналогам средств для заботы об автомобилях. Сейчас это крупнейший в России производитель автохимии и автокосметики. Основной принцип работы компании делать высокоэффективные средства, которые доступны каждому автолюбителю. L-Trans это не просто автохимия, это забота о вашем автомобиле. Она готова сопровождать вас в каждом путешествии, обеспечивая автомобиль надежными и эффективными средствами по уходу и обслуживанию. Переходите по ссылке в описании и узнаете больше о средствах по уходу за автомобилем. Вернемся к тому, как твоих ощущений. Ну, там, не знаю, как тебе отбивка салона в старой тачке, там, кнопоньки, вот это все. Что скажешь? Да ну, для своего года она хороша, но правда, давайте не будем вот сейчас уже за всем уже ее засаживать. Все прекрасно с машиной. У меня вообще нет никаких вопросов ни к кнопочкам, ни к капоту, ни в багажнику, ни все. Да, ну да, рабочая классная лошадка. Вот, мне кажется, для парней, почему нет? Тем более, кто, есть же армия мужчин, которые автомат, фу, вы что? Я таким же был. Да, не только механика, поэтому да. Тогда плюс жирная, очень классная тачка. Как тебе тормозить на механике, останавливаться? Да я вообще не знаю, как я в принципе все это делала, понимаешь? Я была в каком-то бреду. Чтобы вы понимали, Арсений мне четко говорил, что мне нужно делать. Потому что, правда, я была на какой-то микропанике, и до конца я даже не поняла. Ну хорошо, я поехала, а дальше-то что? А тормозить мне как? А газовать мне как? А когда переключать передачу? Я попыталась все вспомнить, но понятно, да, что бесполезно. В общем, как я проехала это расстояние, я не знаю, но как-то проехала. Как тебе когниться, когда ты обычно нажимаешь на педальку тормоза, и машинка останавливается, ничего делать не надо, а тут тебе нужно выжать сцепление, включить нейтралку. Да. И я вот просто еду и думаю, зачем все эти лишние телодвижения? В смысле, я не просто нажму на тормоз. Ты же к хорошему быстро привыкаешь, да? И, короче, это все сложно, Арсений. Это прям, ну девочкам точно сложно. Ну девочкам, девочкам мне я не буду обобщать, потому что я знаю очень много крутых девчонок, которые тоже такие, знаете что, с вашим автоматом? Знаете что, да? Да. Дайте нам нормальную механику, и мы поедем. Знаю таких девчонок, гоняют и там, и на старой шестерке, и на убитой восьмерке, и даже на девяносто девятой, и все у них хорошо, вот так вот просто. Три педали отлично, две ноги работают, тело все работает, бицуха вся подкачана. Класс, то, что нужно. Но это не я. К сожалению или к счастью, это не я. Вот ты говоришь, вот сейчас мне дают ключи. Да я лучше тогда пешком, ну это реально, чем вот я сяду и так буду нервничать каждый раз. Только в прошлом эпизоде об этом говорили, да? Да. Ладно, окей. Извините. Я просто, мы все, мы отъехали, проехали, по парковочке остановили, все классно. Юля говорит, ну все, пойдем, 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 давай. В санаторий. Пошли мы в итоге в санаторий. Слушайте, ну правда в санаторий? Во-первых, я удивлен, что в твоем мини-купере, несмотря на то, что он пятидверный, да, столько оказывается места. Да. Ты смотришь на него снаружи, я думал, что я сейчас сяду, упрусь головой в потолок, плечами в двери, нет, друзья, оказывается, там есть место, я там даже поместился, будучи 180-сантиметровым обычным 32-летним человеком с небольшим скуфским пузиком. Ну, чуть поменьше. Ты что-то говоришь на себя, правда, я тоже сижу, смотрю, да я в черном, я просто в стройке, что-то у блэка, это вот моя история. Короче, очень прикольно у тебя открывается багажник. В общем, как было, я подхожу к своей, такой, Юля, смотри, вот это багажник, знакомьтесь, Юля, багажник, вот капот под капотом, вот так. Юля такая, ну, я сделаю так же, говорит, вот багажник, я такой, ну, багажник так-то да, маловатенький чуть-чуть. Да, он лапочка-крошечка, конечно. Оборудование не повозишь, ну, не надо. Нет, нет. Не надо. Ты сейчас все про свое, мне что-то. Да, она не для этого рождена была, знаете, чтобы какое-то там оборудование возить, нет. Спойлер, у Купер в багажнике капец как чисто. Я в первый раз видел такой чистый багажник, я такой, это просто шевелить. Три недели я без мойки, после по всем этим пылюкам и так далее, времени тупо нет. Ну, ты же помнишь, мы тоже в предыдущих эпизодах мамские жалобы, мне это достало однажды, бесконечный бардак, вот, мы вели жесточайшие правила поведения в машине, и вот я однажды навела прям, сделала генеральную уборку, и с тех пор это все поддерживаю, и мне это все очень нравится, потому что ты бы видел, в каком, я не знаю, можно это слово говорить или нет, сральники мы ездили, и каждый раз у меня дергались оба глаза, думаю, да ну елки-палки, ну это невозможно просто. А сейчас же я, по большей части, одна езжу в машине, потому что Саша там на каникулах, и все такое, у старшей дочери вообще своя жизнь, и поэтому, ну, там бульмин, порядочек, конечно. Мне очень понравилось, как у тебя открывается капот. Во-первых, нужно дернуть два раза штучку, во-вторых, от капота открывается, самооформовка капота, у тебя вот эти круглые фары, которые спереди, они вот полностью оформованы в капоте, да, это очень похоже на... Мальчишки, все, кто открывают, в восторге, типа, вааа, это вот так вот туда, это да. Короче, классно, очень классно. Ой, как же я забыл, что газовые упоры капота, оказывается, существуют, не надо вот этой вот ручкой держать, просто открыла, но открылась, ты такой, спасибо, ты закрыла, но закрылась, понимаешь, все, я такой, окей, ладно, салон. Very comfortable. Very comfortable, да. Слушай, ну на самом деле, я когда первый раз сел, я такой, я вот сейчас просто оглядываюсь, да, это же не видеоверсия, оглядываюсь такой, думаю, так, тут стоечка вот возле меня, ну то есть, черная на черном, на рыжей, не рыжая, а оранжевая, ближе к желтому, короче, вот этот цвет. Да что вы все, мужчины думают, что она желтая, а не желтая, она оранжевая. Оранжевая. Значит, почему хурма у меня? Потому что она прям цвета хурмы, да. Во-первых, удивление, какого размера у тебя в тачке пороги. Ну там прям порог с большой буквы П, он реально в два раза толще, чем у меня в машине. Я такой, ну я видел такие пороги, но они были на машинах, которые сильно больше. Там в Пассате такой толстенный порог, а тут как бы ты открываешь мини-купер, а там прям порог, тебе там прям нужно руножкой так вот, оп, и сделать. И так далее. Слушай, эргономик, ну как бы я смотрел, я в Купере до этого ни разу не сидел, честно, например, признаюсь, именно вот в твоем поколении, я сидел в стареньком, который там седьмого, шестого года. Плеточки их называют. Вот в этом вот. Там, конечно, там, конечно, все плохо. Да, я же почему Купер до этого не хотела, потому что у меня у подруги был Купер, мы много ездили, часто вот именно еще той комплектации, до БМВшной, и я такая думаю, что девки так все прутся там, нет же, ну нет. И мне вот когда предложили взять хурму, я такая, нет, мне не надо. Они говорят, да подожди, там сейчас все поменялось немножко, давай покатаешься, давай попробуешь. И я вот попробовала, поняла, что да, от старой комплектации очень тачка стала сильно отличаться, это уже совсем другая история, и очень тебя понимаю, да. Очень понравились тумблеры. Блин, тумблеры, это вообще победа. Я очень люблю вот эту всю самолетную тематику, и как бы когда у тебя свет включается на тумблерах, там просто, ты знаешь, какой-то у Даниэля в такси, да, куча тумблеров, просто наверху, вот это раз, два, три, четыре, такой, так, четыре тумблера, куча подсветки, снизу заводится, ключик, ключик положил, на тумблер нажал, машинка завелась, ты такой, удивление у меня, значит, как регулируется рулевая колонка, вверх-вниз, понятно, по вылету классно, но когда регулируешь колонку вверх-вниз, удивление, что панель приборов также вверх-вниз ездит, а когда на себя, она не ездит, она остается фиксирована, вот это у меня, ну, я думал, она просто закреплена жестко на рейке, а там какой-то механизм, ну, прикольно, прикольно, центральный этот, мультимедичка, вроде бы, честно, было, признаюсь, под стаканечки, где-то не в очень удобном для меня личном месте, но прикольно, прикольно то, что стойки вертикальные, то есть, я сижу такой, думаю, так, что-то, конечно, мне видно не очень хорошо, я бы, конечно, хотел, чтобы стекла были побольше, но кайф в том, что у тебя где-то тачка заканчивается, у тебя же сверху наплыв crying на капоте, где фары, и, соответственно, ты видишь фары, вот где ты видишь фары, там машина и заканчивается, сзади, где стекло есть, там же заканчивается. Очень короткая база, ну, в смысле, не база, а короткие свесы, и все, вот где у тебя там оно есть. Это прикольно, друзья, прям, ну, это такое, вроде бы обзорность, ну, такая, не очень, но зато ты вот в такой квадратненькой машинке, и как бы, да и тихо, и шумка, и звук, ну, как бы, алькантара, черный салон, конечно, классно. Мой личный бич, мне нужно всегда, чтобы в кармане двери помещалась полторашка воды. Ну, это вот у меня вот какой-то вот прикол такой, что полторашка воды должна стоять в кармане двери. Соответственно, в моей машине этого нет, в твоей машине полторашку тоже не поместится, к сожалению, там литрушка поместится. И я такой, типа, ну, вот, я меняю ланцера, на самом деле, не потому, что там механика, там полторашка не помещается, все просто, да, понимаете. Такой я противный человек. Вот, но как будто бы я вот тоже еще посмотрел назад, думаю, а как там, а потом, да нет, да нормально, да все прям, ну, ну, как бы. Для себя нет, но я теперь стал понимать, почему многие девочки, и не только девочки, вот выбирают себе такую машинку. Если брать по стоимости там какой-нибудь условный соляриз, там трех-двухлетний, да, или твою, однозначно твоя, однозначно. Я всегда говорю, что для девочек, допустим, в городе идеальная тачка Мини Купер и Шевроле Спарк в новом кузове, а для города и трассы Мини Купер победил всех вообще. Вот такой очень классный девчачий вариант. Вы вообще не будете знать никаких проблем и бед. Это очень комфортная тачка. И, ну, ты что, ты рулил сегодня, пусть недолго, но я думаю, тебе хватило, да? Ну, по рулежке вообще руль наливается тяжестью, где надо, все. Ой, такая красота, это такой комфорт. Не пустой кореец, да. Такая лапушка просто, не могу. Слушай, так у тебя стартоп еще что там есть, да? Да. Отключен был, да, просто? Не включили было. А что еще вам скажу, значит, друзья? Нажимаешь на тапочку, вот, вот, что у меня было очень непривычно, но я, опять же, давно не ездил, когда сбрасываешь газ, потому что автомат, она, ну, тебе нужно на тормоз нажать, чтобы машину, то есть накатом, ну, не особо получается ехать, и когда я нажимаю, прям еле касаюсь тормоза, все равно еще обороты где-то двигателя есть, и надо прям продавить, чтобы она поняла, что все, мы останавливаемся, все хорошо. То есть с тормозом работать приходится активнее, чем, допустим, у меня на механике, ну, и газ такой прям, он упругий, то есть там прям, если, то есть, если ты прям хочешь поехать, там прям надо надавить. Да. Как у меня там еле коснулся, ну, уже поехали куда-то. Но когда надавил... Я сегодня это прочувствовала. Слушай, кстати, да и автомат у тебя не так, чтобы долго думает. Нет. Ну, прям на удивление. Классный, да, да. А у тебя турбовая машинка или атмосфера, я не помню, что-то. Такие вопросы задаешь, раз там пошел, ты вон, да? Синяя. Выходи. По-моему, атмосферная, да, атмосфера у тебя. Два литра, что-то типа того. Ну, BMW-шный же у тебя мотор. Да. Единички. Единички? Да, там полностью начинка вся единичная. Ну, и платформа получается тоже, да? Да, да. Ну, видно, ну, чувствуется. А вот я же думаю, на что напоминает мне? Да, да, да. Это же все оттуда. Экономики, все. Ну, да, вот эта BMW-шная история, когда у тебя перед лицом стекло, вот это, наверное, меня что-то пока смущает, потому что, ну, просто это же типа классическая такая история, что тебе нужна от колеса там. Ну, короче. Бла-бла-бла-бла-бла. Очень классно, очень здорово, одобрено. Сказал бы, катайся дальше, но все мы знаем, какая у Юли будет тачка следу. Ой, я просто представляю. Слушай, может, реально в себя Барт найдешь, да? Ну, типа вот эту версию Fiat 500, которая... Нашла. 12 тысяч, Арсений. А, обычный? 6-7. А, типа купить два или купить трюки заряженные? Да. И что думаешь? Купить один и сумку, которую хочу. Почему же такую сумку ты хочешь за 6 тысяч ставить? Извините. Ну, хочу сумку за 6 тысяч. Хочу, сильно я хочу. Подружка сказала, не но и подарят. Я говорю, когда можно мне дату точную сказать? Вот, мужчина тоже смеется. Я говорю, что ты смеешься? Иди откладывай просто. Так и живем. Слушай, а вот привыкаешь к тому, что у тебя шайба внизу, да, где подстаканники, когда тебе нужно что-то там пролыть? Да, привыкаешь. Да, то есть не такого нет, что... Нет. Это все мышечная память, ты знаешь. Она очень быстро забыла слово, приобретается, и все, проблем нет. Слушай, я удивлен, что ты так же... Ну, типа, чтобы поняли, друзья, я даже придвинул чуть-чуть сиденье на одно отделение у Юли, хотя я выше, чем Юля. И я такой, как ты так вот прям ножками достаешься, ручками достаешься. Я такой, ничего себе, прям вот это вы ездите в BMW-шной посадочке, вот это вот пол-лежа. Удобно, да? Извините, да. Как тебе, я что-то вспоминаю, просто про управление, про рычажки, вот эти вот две кочерги у меня под сиденьем, когда одна в лансере, одна для багажника, вторая для лючка-бензобака. Я первое время каждый раз открывал багажник, когда пытался заправиться, потом такой... Другой рычаг, кронг! Купите тачку у Арсения, и у меня тоже. Слушайте, что ты... Ладно, мы разберемся, спасибо. Вот, короче, твои мысли по поводу того, что механика никогда нет, да, вот, что в твоей машине тебе не нравится, давай так, вот, если что-то, что прям не нравится... Ничего. Все идеально. Просто. Правда, я не могу ничего тебе сказать, что там не так, все с ней так. Мне все удобно, мне все нравится, вообще никаких вопросов нет. Единственное, конечно, когда ты куда-то переезжаешь, или подружка у тебя едет с восьмью чемоданами в аэропорт, ну, там вопросики возникают. То есть много на ней не перевезешь. Вот это вот единственный момент. Мы с этой проблемкой сталкивались несколько раз, ну, как-то так поджали, ужали. В тетрис поиграли? Да, в тетрис поиграли, поехали, нормально. То есть можно там при... Знаешь, в багажнике ты же можешь вот эту вот штучку, которая сверху вот эту... Полка. Ты же можешь снять полочку, там уже как-то поинтереснее сразу становится. Сиденье разложить. Вот, плюс же есть второй этаж в багажнике, ты его видел сегодня, открывал. Там можно что-то проложить еще. Например, еще комплект ковриков, который у тебя там лежит. Вот, жалко... А, вот, вот, кстати, мы обсудили с тобой сегодня этот момент. У меня нет запаски. Да, вот я только... То есть ее вот в багажнике вот так возить, то есть место под нее там не предусмотрено, как ты сегодня тоже увидел. Вот это вопросик, потому что у меня возникали... Один раз у меня была проблема, когда я в три ночи что-то на трассе поймала, и мы, ну, представь, ночь, поля, дорога, все, что делать? А у меня люди попросили съездить там из Тимошевска в Новороссийске обратно, и вот мы возвращаемся уже, отвожу обратно в Тимошевск, и все, мы приехали. И резина не Run Flat ничего, да? Нет, резина Run Flat, но я что-то там очень серьезное поймала, что там прям, ну, кусок выдрало колеса, представь. Ну, не покрышки, я имею в виду. И если бы была запаска... Чик-чик, поехали. Все, да, вопросов бы не возникло. А так это было целое приключение, знаешь ли. В три часа ночи найти эвакуатор, найти ребят, кто не будет спать или же проснется ради нас, и что-то придумает мне с колесом. Мне там нашли в итоге какое-то колесо непонятное, я на нем прикатилась в Краснодар, мои посмотрели, типа, это что? И говорю, так... Надо было срочно. Вот это единственный момент, который я понимаю, что вот что-то бы предусмотреть по поводу запаски, потому что ситуации, еще раз повторю, бывают разные. Ты даже не знаешь, где тебя это ждет. Ты вроде ездишь, все прекрасно, а вот хоп, и приехали. А в Fiat не будет тоже запаски, да, наверное? Не знаю, надо посмотреть. Да вряд ли. Где она там будет? А не думала вместо Fiat? У меня Fiat еще меньше, чем Купер. Не думала какую-нибудь Dage новую взять? Я думала, я посматриваю также на куперочков, вот, если я найду такой же какой-нибудь 15-й год, то да. Трехдверку, пятидверку беру. Уже не важно, да, можно и трехдверку, потому что с девочками мы поместимся и так, ну, потыркаемся с этими сидениями, ничего страшного. GC бы тебя найти. Да, а там, кстати, я вот по Белграду видела, ну, Куперов там, ты понимаешь, дофига, Fiat'ов еще больше. Плюс одна Юля еще. Да, и вот таких хурмишек, прям, ну, только трехдверок, их очень много, прям, такого же цвета, все-все-все. У меня, знаешь, первое время, когда я там была, без машины же, тоска зеленая, вот, я такая стояла над ними, страдала. Вот, такие дела. Так что вот единственное, ты спросил вот про минусы, вот, скорее всего, по запаске, да, вопросики есть. В итоге наш эпизод сегодня называется «Мы поменялись с тачками, и что из этого вышло?» Что же из этого вышло, Юля? Ну, хурма победила, что вышло. Так, это подождите, стойте, да что это сразу хурма победила, а? Победила хурма. В номинации, не, ну, объективно-то понятно, но с другой стороны, вот, сколько сейчас хурма твоя стоит? Ну, новая? Нет, вот, если вот, ну, вот такую же... Новая вообще не подходи. Да, новая, понятно, я вот просто, вот, стоимость твоей машины, стоимость моей машины. Ну, давай, вот, ты за сколько будешь свою выставлять? Ну, 1650. А я за миллион восемьсот. Ну, вот, три раза. Три лансера или одна хурма? Одна хурма. Вот, заработать, ну, зато вот что будет. Очень классная тачка. Пожалуйста, все мужчины прекрасные, а вас очень много, я это знаю. Покупайте, дарите своим девочкам мини-куперы. Это классная тачка. А если вам нужна рабочая классная лошадка, то вот, да, тачка Арсения очень подходит. А сколько у тебя, кстати, пробегаю все время, забываю. Почти сотка уже, я же тоже много езжу. Девяносто восемь там. За девять лет сто тысяч. Так, а я ее не новую купила. Я взяла ее с пробегом сорок пять было. Ну. Вот я еще накатала столько же, даже больше. Дорого ты продашь свою машину, скажу я тебе. Вообще никаких проблем по технике, ничего у тебя не вылазило там, как валюта. Их основная проблема, это коробка. Пока я при памяти, там автомат, и это реально боль всех мини-куперов, это коробка. Там, короче, какой-то клапан. Ты сегодня не почувствовал этого, нет? Ну, она чуть-чуть под этого. То есть ты когда сдаешь назад, да, она тыркаться начинает. Не часто, но такое бывает. Вот, потому что мой друг, который мне сейчас помогает продать машину, он говорит, Юляш, ну там коробка. Я говорю, в смысле коробка? Что вы хотите сказать? Что я на сломанной коробке езжу, что ли? Он как начал смеяться. Говорит, Юля, а ты сама типа не отдупляешь вообще? Ты ездишь, задом ты сдаешь. Как тебе? Нормально? А я начинаю вспоминать, да, что там пару раз вот она тыркалась вот так, я даже глохла, чтобы ты понимала. И вот там какой-то клапан, естественно, мне объяснили, какую-нибудь, может, я тебе сейчас расскажу об этом? Нет, конечно. И вот его бы поменять, но это дорого. Насколько дорого? Ну, когда только мы ее брали, нам сказали, от 50 до 70 тысяч, как бы, и все будет нормально. Мы решили, ну, Айк, сказали, если вас сильно это не волнует, то, ну, с тачкой ничего суперсложного, там, проблематичного не случится, можно ездить и так. Я сказала, ну, и хорошо, можно ездить, можно... Я вообще, ну, вот за эти годы я забыла про эту коробку, что там как-то нормально же ездим. Но эта история существует, пожалуйста, знайте об этом, что вот, я даже не представляю, сколько сейчас это вот все отремонтировать. Я думаю, так же. Думаешь, так же? Да. Ну, плюс доставка, плюс запчасти, плюс напиво. Я поняла, что, да, вот, когда там специально обученный мужчина, который будет помогать кому-то покупать мою хурму, он сразу вкурит, что происходит. Вот, мы просто сделаем скидон чуть-чуть. Покупайте тачки с людьми, которые либо этим профессионально занимаются, подбирают, либо кто в этом чуть-чуть разбирается. Да, обязательно, обязательно, только так, только так. Да, потому что я вот сейчас свечки-то поменял, иридиваю, черт возьми. Так болит душа. А почему на 1,6 атмосферу, на старого японца, блин, иридивые свечи стоят? Собака. Две тысячи свеча. Ну. Обычная стоит 500 рублей. Понимаю, Арсений. Больно. Знаю. Вот, в итоге пропуски сожигания никуда не уходят, естественно. Это катушка вроде бы целая, если катушка целая, это регулировать клапана. На этом моторе, как бы, вроде бы не надо, там же стоят гидрики. Зачем их регулировать? С другой стороны, вроде бы и надо. Если там, ой, короче, продать что ли? Нет, сделать в любом случае надо, потому что машина, ну, как бы, на ней ездится огромное количество времени, да, там свет сделанный просто. Конечно, не как у вас подсветочка, вот эта контурная. 148 цветов. 148 цветов. Да. Вот у тебя синее настроение, ты синенький включаешь. Красное настроение ты готов убивать, ты красненький подсвечиваешь свою жизнь. Вот. Хочешь успокоиться еще какой-нибудь? Я вот это первое время играла просто. Саша садится в хурму, она тоже, подождите, никуда всем стоять. Сейчас мы выберем цвет нам нужный и едем. А там же все подсвечивается, чтобы ты понимал. Вот эти боковые ручечки, пол, там просто космолет. Ну да, это же сегодня днем просто не видно было. Да, да, да. А вот если в ночи ты покатаешься, то там просто. Ты знаешь, я бы очень хотел поехать на твоей машине по трассе в Сочи. Вообще понять, как... У вас была такая возможность. У меня, к сожалению, такая возможность уже... Все, потрачено. А все. А все, а все, а все. В общем, друзья, на самом деле, какой-то вроде бы и финал сезона не финал получается, потому что мы никогда, на самом деле, с Юлей не любим ничего финализировать. Да, абсолютно. Мы всегда за то, что все таки должно продолжаться ехать вперед. Мы как бы не прощаемся с вами. Подождите, еще 38 сезонов впереди, где мы поменяли тачки. Да. У нас еще много что ждет впереди, поэтому мы уходим на небольшую паузу, на небольшой перерыв. И совсем скоро, я надеюсь, что прям совсем уже скоро, мы к вам вернемся. Юлия Купер. Арсений Ростов. Любите кататься. Любите и катайтесь. До скорого. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!